В Москве решается вопрос об аресте мужчины, которого подозревают в убийстве девушки-промоутера. Она была застрелена прямо на улице за то, что громко зазывала покупателей в магазин. Это был ее первый рабочий день. Он же и стал последним. Александр Евстигнеев продолжит тему. О том, что вчера здесь произошло убийство, напоминают цветы. Их принесли коллеги погибшей. Свидетелями преступления стали десятки прохожих. Час пик, примерно 7 вечера. Оживленный выход из метро Люблино. Люди как раз возвращались с работы, когда раздался выстрел. Вы знаете, настолько это все быстро произошло. Девочка упала. И здесь прибежали ее сотрудники. Ее быстренько подхватили на руки и унесли в магазин. Люди уже стояли все в недоумении, конечно, возмущались. Анну Носову убили за то, что она шумела. Девушка работала промоутером. Стояла с громкоговорителем, рекламировала магазин шуб и дубленок. Это был ее первый рабочий день. Как потом расскажут очевидцы, сначала некий мужчина кричал из окна. Из этой же жилой многоэтажки. Якобы даже кидался бутылками. А потом выстрелил. Его вычислили практически сразу же. Полиция оцепила район. Оперативники зашли в подъезд. А через некоторое время оттуда вывели человека в наручниках. Скажите, зачем вы стреляли? Почему вы стреляли? Скажите! Сергей Галахов уже сознался. Да, стрелял. Был пьян. Оружием, охотничьим карабином владеет легально. Соседи говорят, его недавно уволили с работы. Пьяным видели несколько дней подряд. Мужчина и до этого был придирчив к окружающим. Однажды подрался в лифте из-за того, что ему не хватило места. Все лифты заняли. А половину лифтов сломали. Заняли. Люди вообще не могли проехать никак. Он один высказал им, что этого нельзя делать. Как раз к людям-то надо относиться по-человечески. Они его послали на три буквы. Он вышел и покрышки порезал. По словам тех, кто живет в доме, откуда стреляли в девушку промоутера, шум очень мешал. Якобы даже обращались к участковым. Люди, которые уходят на работу, еще могут понять, что с утра поорали, вечером поорали. Но те пенсионеры, которые целый день сидят дома, и у кого окна выходят туда, жить невозможно, поверьте. Но такая аудиореклама практически никем и ничем не регламентируется. Жители могут обратиться в полицию или подать в суд. Но запретить ее, по сути, невозможно. Влюблено это сыграло роковую роль. Накопившееся раздражение, личные проблемы, алкоголь и оружие в доме. Все вместе, маленькие факторы. Он немножечко выпил и немножко более расторможен. Шум, который для других людей может не восприниматься как шум. А для кого-то как очень сильный шум. Поэтому вот все это вместе дает вот таким событием свершиться. Сегодня стало известно, пуля попала Анне Носовой в сердце. Она погибла сразу же. Магазин, который она рекламировала, закрыт. Владельцы сняли даже вывеску. Александр Юстегнеев, Екатерина Белова, Тимур Сирозеев, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова